День любви в семье Трусовых ежедневно. Не только 14 февраля, а и в будни, и в выходные, и в праздники. Любовь 24 на 7. И так последние 12 лет. Максим и Елена познакомились на работе. Поняли, что созданы друг для друга не сразу. Но как только это осознали, больше ни на минуту не расставались. Сейчас продолжают вместе работать, вместе воспитывать детей. Трусовая семья многодетная. Семью мы, ну не сказать, что хотели сразу же, что большая будет. У нас на свадьбе был случай, что когда Тамада спрашивает меня, сколько бы вы хотели детей, я сказала два, ну как и все, наверное. Муж посмотрел на меня и сказал Тамада, а я хочу три. Я повернулась и говорю, ну не знаю, я рожать буду два раза. Желания наши исполнились. Желания наши исполнились. Но Тамада сказал еще, добавил, два плюс три, получается пять. И вот мы теперь думаем, пророческие слова это были или не очень. На полке в одной из комнат не хватает места под грамоты и медали. Кажется, Максим и Елена участвуют везде и везде побеждают. Детей приучают к тому же. Быть активными и заниматься тем, что нравится. Старший Егор ходит на плавание и в музыкальную школу. Двойняшки Настя и Макар тоже нашли хобби с прицелом на будущее. Дети занимаются спортом, рисуют, сочиняют. Вот и к празднику придумали частушку. С Днем Любленых поздравляем и любви вас всем желаем. Чтоб у всех детишки были и любовь вам всем дарили. Ух! Дома кто у нас хозяин? Ну, конечно, папа. А у папы кто хозяин? Ну, конечно, мама. Ух! Дважды трусы восстановились семьей года. Их постоянно можно встретить на городских праздниках. Они и в параде колясок участия принимают, и в конкурсах, и в торжественных шествиях многодетных семей. В этом делится секретом семейного счастья родителей весь смысл. Чаще бывать вместе, создавать общие воспоминания и, конечно, разделять интересы. Мы дружная семья. Мы всегда никогда не бросим друг друга в трудную минуту. Мама всегда, если что, поможет с уроками. Она всегда ходит с Настей, с Макаром, вот как раз к Коле, на бассейн. И меня забирает из бассейна, из музыкальной школы. У нас самая дружная семья. У нас семья дружная. Дальше. Деремся нечасто. Деремся нечасто. У нас, ну, никогда не бывает выходных. У нас всегда, мама нас всегда кое-куда водит, всегда. У нас никогда не бывает выходных. Меня водят в художку и на плавание, а Макара водят на плавание только. И еще на бокс. В этом году к общим занятиям добавится и возможность делать уроки вечерами. Макар и Настя идут в школу. Родители понимают, будет тяжеловато, но относятся ко всему с оптимизмом. Трусовы унывать не привыкли. Вот, ну, наша хорошая семья, добрая. По крайней мере, мы все стараемся, чтобы это было. Да, знаем, как идти на компромиссы, самое главное. Умение уступать, наверное, самый главный залог семейного счастья, любого семейного счастья. Потому что понятно, что все люди разные. Понятно, что я спокойный человек. У нас мамка, наоборот, то есть постоянно в движении. И чтобы эти две противоположности сошлись, надо, конечно же, уметь друг другу уступать. Я в одном, мамка в другом. Ну, а дети, соответственно, подстраиваются. Компромиссы даются легко, если все в семье друг друга любят и уважают. А у Трусовых именно так. Младшие дети теперь просят родителей подарить им еще братиков и сестричек. Ну, как тут откажешь? Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.